приветствую тебя дорогой зритель в этом видео мы будем калибровать новую батарею а пока мы загружаемся со внешнего диска поставьте лайк этому видео подпишитесь на канал и жмякните на колокольчик софт который я использовал в этом видео будет обязательно доступен по ссылкам в описании под этим видео это видео снято при поддержке кота барсика и кошки sony у нас как раз новая батарея 0 циклов перезарядки видите емкость просила до 85 процентов так как она пролежала длительное время и остаточный заряд у нас высадился вот теперь нужно будет хоть как-то поднять вот эту емкость батареи что мы будем делать сейчас мы запустим тест графический который нагрузит систему достаточно также можно использовать просто команду в терминале загрузить процессор на сто процентов но мы обойдемся обычным тестом будем использовать меня из тестов есть долина самые популярные бенчмарки и хэван ладно запустим хэван запускаем тест до того состояния то есть настройках мы делаем низкое значение то есть тут качество ультра стоит делаем низкое ну в принципе нормально запускаем тест это базовая версия в интернете она бесплатно расширенная версия конечно стоит хороших денежек с правой стороны теста у нас будет показывать fps и нагрузку на графическое ядро в процессе вот и все мы что сделаем еще также мы запустим сразу вентилятор на полные обороты скачив скачав предварительно программу для управления вентиляторами macfan control то есть здесь мы из автоматического значения меняем на постоянное значение оборотов то есть сразу по максимуму вот слышите уже шипит все оставляем данный тест здесь у нас конечно уже увидите под 90 нагрелся сворачиваем также чтобы маг не переходил спящий режим заходим настройки экономия энергии так и здесь мы стрелочку пункт аккумулятор этот ползунок ведем вправо до конца то есть не переводить макбук режим сна так убираем галочку чтоб у нас он вышел на полную яркость побыстрее разрядить аккумулятор готова назад следует также зайти где рабочий стол и заставка заходим в этот пункт самом низу у нас показывается что запуск заставки там через 20 минут выбираем нет чтобы заставка у нас не запускалась вот и в таком режиме мы ждем когда аккумулятор у нас сядет то съемку с она будет постоянно скакать понижаться то повышаться надо будет дождаться до того состояния когда здесь будет практически 0 ну то есть не в этом пункте я ошибся тут это текущий заряд здесь у нас и емкость аккумулятора статус батареи год здесь у нас будет показываться цикла перезарядки батарея info здесь а возраст нашего аккумулятора этим почти год со дня производства чем свежее тем лучше вот очень хорошая программа она также может показать состояние аккумулятора вашим iphone то есть мы подключаем iphone по кабелю заходим в ios девайс нажимаем сюда чуть позже я это покажу здесь у нас информация о макбуке но теперь остается ждать когда нас где-то высадится оставляем в таком положении до состояния когда аккумулятор высадится в ноль после того как батарея высадится в ноль следует подождать перед тем как установить на зарядку примерно час либо два часа такую выждать паузу сбросить про не сбросить smc ну вот уже дождался когда он полностью выключится и уже если нажимаем кнопку включить он не включается вообще теперь в таком положении надо подождать чтоб он полежал примерно два часа максимум и снова поставить на зарядку подключаем наш кабель питания порту компьютер автоматически включается зажимаем комбинацию клавиш для сброса smc с левой стороны как показано на картинке компьютер включается снова его выключаем и выполняем сброс prom nv-ram сочетание клавиш показаны вот на этой картинке после всех сбросов снова загружаемся со внешнего жесткого диска должна быть установлена наша программа coconut battery по которой мы будем отслеживать и записывать историю видите емкость просела до 76 проценту что не очень хорошо при этом он показывает 0 циклов перезарядки а теперь снова выключаем наш macbook pro и даем возможность зарядиться полностью и нужно дождаться когда светодиод на индикаторе будет зеленым как здесь снова загружаемся со внешнего диска смотрим отсоединяем кабель питанию запускаем графический тест бенчмарк воли долина в программе mac fun control выставляем значение на полных оборотов и ждем того состояния в режиме теста когда батарея полностью у нас разрядится практически до 0 вы при этом также можете работать но я в качестве работы просто использую тест после того как разрядиться в 0 отключится ваш macbook проверьте чтоб он не включался выждать опять же несколько минут можно будет часик и снова подключить кабель питания и зарядить до ста процентов на калибровку батареи может уйти достаточно много времени то есть у меня ушло где-то примерно четыре дня вот уже он зарядился отстегиваем кабель и включаем наш макбук после загрузки системы мы видим что емкость выросла на 97 целых и 2 процента что очень меня радует заходим в историю и сохраняем данный параметр для сверки как раз проведем несколько таких циклов зарядки и перезарядки с калибровка и сохраним все это в историю чтоб потом посмотреть на втором цикле видим что емкость опять немножко просила 95 целых и восемь десятых процента и также батарея почти садится сохраним данные значения в историю потом для сверху ну а теперь конечно бонус подключаем lightning к юсб порту данного компьютера аккуратно подключаем к айфону выбираем пункт доверять этому компьютеру потом открываем настройки для сверху ищем пункт аккумулятор то бы им на него и далее ищем пункт состояние аккумулятора бета смотрим максимальная емкость 87 процентов теперь сравниваем с нашей программы coconut battery запускаем программу после запуска приложения переходим в вкладку ios девайс с правой стороны кликаем на нее вот подключенный iphone 8 смотрим текущий заряд 97 целых и два процента и внизу емкость аккумулятора 86 целых и три десятых сравниваем с телефоном здесь в телефоне округлено до 87 процентов вот под емкостью батареи в самом низу смотрим цикл каун что данный аккумулятор 790 раз перри заряжался уже ну и конечно как же под конец нашего видео без кота барсика без него бы это видео не получилось ведь это наш главный спонсор вот барсик очень хороший код я думаю этого будет достаточно зайдем историю и что мы видим здесь мы видим нашу историю циклов перезарядки то есть емкость теперь у нас не будет падать ниже девяносто двух процентов я считаю что для данной батареи это очень хорошо чем начале видео что емкость упала до 76 процентов вот сим циклов перезарядки и уже произвел сейчас у нас текущая 92 целых шестьдесятых вот это нормально для данного батареи вот если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои вопросы в комментариях я на них обязательно отвечу пока пока до следующего видео